Всем привет! Вы, наверное, будете удивлены, но возвращение Honor смартфонов с Google сервисами я ждал не меньше своего нового Pixel 6. И да, несмотря на недавнюю презентацию на нашем рынке, сам Honor 50 не нов и уже давно продается в Китае. Настолько давно, что когда вы будете смотреть это видео, компания Honor представит следующее поколение в виде модели под номером 60. Но давайте вернемся к герою моего рассказа. И, к моему удивлению, он далеко не во всем лучше своего предшественника в лице тридцатки, но свою заслуженную долю на рынке он однозначно получит и, вероятно, станет бестселлером, учитывая гибкие цены российского представительства, постоянные скидки и подарки. А теперь обо всем по порядку, поехали! Внешний вид шикарен. Если спереди все смартфоны де-факто стали одинаковыми, то сзади Huawei и Honor весьма интересны, вне зависимости от их взаимоотношений и перепродаж младшей компании. А верхние и нижние торцы плоские и позволяют поставить смартфон вертикально. В целом, это можно назвать даже фамильной чертой Honor. Рассветки, что называется на любой вкус. Хотите не выделяться, берите темные. Ну а самый красивый нам и вкус, так называемый первомутровый лого, по названию которого становится ясно, что своим внешним видом он обыгрывает именно логотип компании. Но все это даже близко не главное. Основной момент, что смартфон, несмотря на большую диагональ, компактный. Это достигнуто в том числе и за счет нелюбимых мной гнутых краев экрана. Но угол закругления не столь велик, и уже на второй день использования я забыл о минусах в виде бликов от освещения и наслаждался жестовым управлением, которое всегда было особенно приятно вместе с такими экранами. На самом деле смешно, но взгляните на Pixel 6 в смеси с Honor 50. У первой диагональ больше, при более компактных размерах и меньшем весе. Вероятно, этого удалось достичь, используя пластик вместо металла. Небольшой вес вообще отличительная особенность смартфона, ведь найти сколько-нибудь приличный телефон с весом менее 180 грамм на рынке уже сложно. Жаль, конечно, что даже защиты от брызг у корпуса нет, а по-хорошему могла бы и быть в 2021 году-то. А вот комплектация бедненькая, я, глядя на свой образец, уж хотел похвалить Honor за комплектные наушники и чехол. Но ни того ни другого в коммерческих образцах нет, но хотя бы о пленке на экране не забыли и по-настоящему быструю зарядку на 66 ватт положили. Наконец, к экрану. По этому параметру смартфон явно фаворит в среднем сегменте, и до 40 тысяч рублей найти что-либо лучше, пожалуй, нельзя. Обозретые ранее Samsung A72 и A52 очевидно проигрывают, а Oppo и Xiaomi проиграют по калибровке. Да, гнутые края понравятся не всем, но, наверное, здесь это скорее плюс, ведь смартфон в руках ощущается намного дороже, не хуже иных флагманов, да и характеристики самого экрана не подкачали. Максимальная яркость до 1000 люкс. А Pashim это и вовсе образцовый дисплей, ведь предельных и вполне терпимых значений коэффициента пульсации он достигает только на около минимальной яркости. На практически всем диапазоне измерений и вовсе меньше 6-7%. Под углами смартфон также не пасует. Никаких переливаний или искажений цветов. Немного раздражают разве что лишь отражения и блики по краям из-за закруглений. В самом начале использования мне показалось, что автояркость работает не слишком корректно, пытаясь занизить уровень свечения, вероятно в угоду автономности. Но достаточно лишь пару раз поправить ползунок в нужную сторону и алгоритм начинает правильнее понимать предпочтения пользователя. Наконец, 120 Гц. Я лично считаю, что количество пользователей, которые смогут отличить 90 от 120, минимально. И можно было здесь чуть сэкономить, но и жаловаться на наличие 120 Гц глупо. Еще радует наличие аж трех преднастроенных режимов. Классические 60 Гц для экономии заряда. Собственно, честные 120 везде и всегда. Кроме игр, конечно, это отдельная тема. И, наконец, динамический режим, в котором часть приложений будет работать в 60 Гц. Я лично, правда, советую использовать либо классические 60, либо жестко заданные 120. В динамическом, после суперплавного интерфейса, любое приложение, открытое в 60 Гц развертке, смотрится дико. Создается полное впечатление, что смартфон притормаживает. Кстати, вот у Pixel 6, к сожалению, только именно умный режим, который в том же Telegram врубает старый добрый 60 Гц, что очень неприятно. Правда, я все же нашел приложение, с которым система, прямо скажем, не дружит. Стоит включить Яндекс.Драйв, как вся система переходит в 60 Гц, вне зависимости от выбранных параметров. И пока драйв не выкинется из памяти, режим герцовки будет неизменно низким. Такие вот чудеса. Подэкранный отпечаток пальцев на зависть конкурентам. Быстрый, точный и расположен удобно. Добавить тут просто нечего. Есть лишь одна претензия по работе датчика приближения. Нет, не пугайтесь, при звонках все отлично, и он прекрасно отрабатывает, не давая ни единому шансу случайному нажатию на экранных кнопок. Однако он работает и при включенном Always On Display, и на мой взгляд весьма агрессивно. Когда смартфон лежит перед клавиатурой, он то и дело моргает своими часами, что раздражает. Хотя, наверное, я и придираюсь. Ну а раз уж экран ответственен за мультимедиа, то сразу же поговорим и о звуке. И он тут моно, никакого стерео. Учитывая, что большая часть рынка уже оснастили свои смартфоны неплохими стереодинамиками, такое решение выглядит странно. Переходим к производительности. Тут свежий 778-й дракон, который выдает неплохие результаты в бенчмарках, и по факту его хватает на абсолютно любые задачи. Это долгожданный рывок в производительности среднего сегмента. Надеюсь, скоро 720G и E-Wars NX730G уйдут на покой, пора обуже. Показатели троттлинга также неплохи, а в производительном режиме система максимально долго держит повышенные частоты, резко их опуская на очень небольшой промежуток времени, чтобы хоть чуть охладить смартфон. Однако температура, зафиксированная на батарее, далеко не рекордная и лишь немного превышает 40 градусов даже в стресс-тестах. В играх ожидаемо также без проблем, почти любой современный тайтл можно запустить на максималках. Здесь же отмечу, что выбор данного процессора считаю весьма и весьма грамотным решением, и сравнивать Honor 50 с более дешевыми Xiaomi на всяких Snapdragon 870 не стоит уж точно. По одной простой причине, о которой я расскажу после небольших обрывков геймплея. Продолжение следует... Так вот, ребята из Honor всегда были мастерами оптимизации, и новенькая 50-ка не исключение. Именно поэтому в реальной жизни он даст фору по скорости большинству современных флагманов. Например, тем же Samsung на их собственном процессоре Xinos. Да, вы не ослышались, новый Honor 50 в реальной жизни воспринимается как настоящий флагман. Разницу можно заметить только при прямом сравнении, однако приятная работа системы и анимации не позволяют придраться к смартфону. А вот с программной оболочкой произошли метаморфозы. С одной стороны, это всё та же Magic UI, бывшая UMI, которая хорошо себя зарекомендовала много лет назад. С другой, интерфейс почти не изменился, и сейчас, пожалуй, его можно назвать устаревшим. А уж про разные иконки приложений я и вообще молчу. Часть квадратные, часть с закруглёнными краями, а иные отличаются прозрачной подложкой. Раньше всё это лечилось магазином тем, но где он сейчас? Найти его мне не удалось, к сожалению. Правда, есть способы установки прямо из Play Store. Аналогично пропали и функции отображения двух приложений на одном экране и запуска в окне. Не скажу, что я этим когда-либо пользовался, но это довольно странно. Ещё один минус можно назвать фамильным, ведь вытянуть панель уведомлений жестом на смартфонах Honor до сих пор нельзя. И да, я считаю эти недостатки некритичными, и в целом считаю оптимизацию и стабильность системы куда более важными. Поэтому по части ПО и производительности поставлю плюс. В остальном, это вполне типичная современная оболочка, приятная в работе, но подрастерявшая функция. Зато NFC работает как надо. Спасибо возвращению Google сервисов, теперь G-Pace снова работает. А сам модуль NFC настроен хорошо, и ситуации с многократным тыканием в терминал не было. Да и в целом, скажем честно, у многочисленных Redmi, Oppo, Realme и прочих не было бы шанса захватить столь большой сегмент рынка, если бы у Honor ранее не было проблем с Google сервисами. Сюда же вкидаем плюсы наличия 5G на вырост, когда-нибудь-то пригодится, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, с поддержкой почти всех современных кодеков. Здесь никаких компромиссов нет. Однако, стоило телефону установить прошивку, которую вы сейчас видите на экране, как NFC сломался? Нет, не совсем. Он как будто бы уходил в сон, и перед любой оплатой приходилось включать и выключать модуль. И стоило мне это прописать в сценарии к этому видео, как прилетел патч размером менее 30 кБ, который успешно исправил ошибку. За оперативность Honor однозначно получает плюс. Автономность, на удивление, хороша. Она не ставит рекордов, но в режиме 120 Гц встроенный аккумулятор объемом 4300 мАч легко выдерживает сутки использования с показательным свечением экрана в 5-6 часов. Если же вы пользуетесь смартфоном не так часто, то есть шанс, что вы выжмите из Honor 50 и двое суток работы, особенно в том случае, если выберете стандартную частоту обновления экрана. Хотя аппарат зачастую достигает таких результатов не совсем честно. Дело в том, что часть приложений в прямом смысле замораживается, и обнаружить порой это довольно сложно. Поможет только эмпирический путь исследований. У меня, например, пришлось отключить автоматическое управление для почтового клиента Outlook. Сюда же в плюс запишем и комплектный блок питания с созвучным именем SuperCharge, аж на 66 Вт. И заряжается с ним смартфон, ну очень быстро, это факт. Наконец, камеры. Пожалуй, это самое слабое место смартфона. Если до этого я практически везде восторженно отзывался по телефону, то здесь придется и поругать. Ложка дегтя нашлась в бочке меда под названием Honor 50. Дело в том, что основная камера делает топовые снимки только при очень хорошем освещении. Стоит ли мне говорить, что фотографировать днем умеют даже бюджетники? А ночью Honor, конечно, справится с каким-нибудь Xiaomi за сопоставимый прайс, но тот же Samsung K72 положен на лопатки нашего китайского подопечного. Ночной режим работает, но из-за отсутствия стабилизации заставляет в буквальном смысле задерживать дыхание при съемке. Ультраширик вообще пришел из бюджета, на него даже фотографировать не хочется, если честно. И ночной режим он также не поддерживает, отчего фотографии на данный модуль в темное время суток смотрятся просто ужасно. Ну и, наконец, пара непримечательных затычек и вовсе здесь неизвестно зачем. Еще дико не понравилась работа с лицами, алгоритм пытается замазать лицо, убрав недостатки, а на деле зачастую и волосы превращаются в кашу. Это становится очевидным при сравнении с тем же Pixel 6. А вот фронталка неплоха, хотя ее качество для меня никогда не являлось приоритетом. И я, возможно, бы сбавил тон, если бы смартфон имел зум-модуль, подобный тому, что был у предшественника Honor 30. Но нет, его решили отправить на свалку. Почему и зачем, не знаю. Однако в итоге по камерам Honor 50 весьма и весьма заурядный смартфон, к сожалению. Плюс-минус на уровне рынка и ничем особенным не выделяется. И вы, вероятно, спросите, что, все совсем плохо? Да вовсе нет. Просто после того же Honor 20 Pro, который обгонял иных флагманов, хотелось дальнейшего развития, а не доунгрейда. В видео смартфон пишет максимум 4К 30 фпс. И понятное дело, что стабилизация только электронная, которая с ухудшением освещения будет расстраивать до глубины души. Итак, настало время подвести итоги. Смартфон оценивается на старте компании Honor в 35 тысяч рублей за версию 6.128. Мне кажется, это немного, учитывая, что из больших минусов тут отсутствие стерео и относительно слабые камеры. Остальные придирки скорее не обязательные особенности, которые редко встречаются в этом сегменте смартфонов в виде беспроводной зарядки или влагозащиты. Зато внешний вид, компактный габарит и легкий корпус наряду с экраном и производительностью выделяют 50-ку из толпы соперников. В любом случае Honor 50 хорош. Просто могли сделать еще лучше, я верю в это. Но без сомнений, это смартфон, который я могу рекомендовать для покупки без зазрения совести. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.